Дорогие друзья, если вам нравится творчество данного канала, то вы можете выразить свою благодарность несколькими способами. Не забыть поставить лайк под видео, если оно вам понравилось, нажать на рекламный баннер видео, если вам его видно, или посмотреть рекламный ролик до конца. Побочь каналу материально, ссылки на электронные кошельки вы сможете увидеть в описании канала или любого видеоролика. Как бы то ни было, просто спасибо за то, что вы остаетесь со мной на канале, приятного вам времяпрепровождения. Дорогие друзья, рад вновь вас приветствовать, продолжаем прохождение Титан Квест Диабло 2 Иммортал. Так, сейчас я ауру включаю. И в прошлой серии мы с вами вот здесь побывали, в гробнице, но по-моему до конца ее не зачистили, да? Сейчас у тебя аккуратненько здесь пройду, чтобы не нагреть внизу монстров, как и в прошлой серии мы с вами договаривались. Ай-яй-яй. Так, ну вот придется, наверное, на себя кого-то нагреть, отвлечь, да? Вот, с хлеб-то хочется все-таки... Или я его зачистил, не помню ни хрена уже. Подожди. Наверное, я его все-таки зачищал. Ну ладно, надо все-таки сходить туда и проверить, я не помню. Так, тут вороны-призраки. По которым не попасть ни хрена. Блин, шагай уже. Так, попробуем проспидранить и проверить. Так, это я, конечно, может быть зря сделал. Так шустро побежал. Они за мной пойдут? Да, все за мной идут зачем-то. Жаждут умереть, ребята, ну ладно. Или это я жажду умереть? Не, ну в узком проходе с ними проще справиться, конечно, чем так. Да, иди ты в баню, короче, достал. В конце концов, тебе меня надо достать, да? Ты придешь сюда сам. Ага. Все. Так, да, ее мы не зачистили. Сейчас мы ей займемся, этой гробницей. И потом дойдем уже, я думаю, наконец-то за эту серию до Афин. Уж хотелось бы продвигаться как-то, потому что, блин, чистка монстров это действительно долгое дело. Такая игра, нерасторопная, скажем так. То есть, играй себе, играй. Наслаждайся процессом, да, больше, чем... Какими-то здесь достижениями, либо же даже сюжетом. Чисто так. Покайфовать, зайти. Время убить. Ну, сюжет, кстати, здесь же тоже присутствует. Ничего такой. Для игрушки такого жанра достаточно неплохой, я считаю. Ну и плюс, конечно же, фарм. Фарм шмоток. А тем более фарм каких-то новых клевых шмоток, которые привнесены здесь этим модом. Может, что-то новое повстречаем. Ну, я наверняка думаю, что повстречаем. Дайте срок. Так, пошли здесь быстренько пробежимся. Все, повскрываем. Надо добраться до эпоса. Впоследствии, конечно, доберемся до легенды. Так, и сейчас я, наверное, забьюсь. Скоро. Что там по инвентарю? Да, ну да, почти уже забился. Есть какие-то вещи, даже с непереведенными апострофами есть. То есть, это, наверное, вот эти как раз вещи непереведенные модом мы принесили, потому что сама игрушка-то полностью эрусифицирована. Так. Минус-минус. Минус-минус. Сколько много минусов тут. Ну, музыка, по-моему, явно из дебла, да, играет? Я, конечно, не являюсь на таком-таковом, но, по-моему, оттуда все это взято. Ну, ничего, удары держим. Так, наградим на себе скелетов там всяких, сейчас прибегут по нашу душу. Ай, ловушка, тихо. Ну, да, один пришел. Выяснять с нами отношения. Типа, какого хера, братан, ты заюзал мой сундук? Вот, гробницы потревожил, тоже бегут. Выяснять. Минус-минус. Попал, ну, слава богу. Так, что-то я медленный-медленный встал. О, нормально. Так, по-моему, это последняя комнатка здесь, да? Ну, да. Героев тут нет никаких. Ой, тут нас сейчас могут так обстрелять. Надо вот эту всю кучку быстренько убивать. Ай, застанили. Это, кстати, лучники станет, что интересно. Заметил. Какой-то у них выстрел встанищий, да проходит. Все. И резко, кстати, музыка прекратилась, как только мы их всех убили. Просто взяла и оборвалась. Все. Винвентарь нахрен полон. Ладно, пошли циклопу сдаваться. Нашему ближайшему барыге. И вы кому же еще? Так, 1126. Ерунда. Нет, у меня здесь синий филанский. Я думаю, здесь вообще пока нет смысла ничего другого рассматривать. У нас пока, я думаю, все на уровне, да? Ну, райт. Ага. А бабки нам нужны. Бабки нам очень нужны. Как я говорил ранее, надо скопить 5 миллионов на то, чтобы расширить наш склад полностью. 5 миллионов здесь копится не так-то быстро. В описании к модификации где-то было написано, что здесь есть какая-то азартная игра. Уж очень интересно найти эту азартную игру. Может быть, это что-то наподобие... Этого... Куб этот, как его... Короче, этот азартный чувак-то, который казиношник в Атлантиде. Зараза. На. Зацепил. Там, то есть ты бабки ему платишь, да? Определенную сумму. И он тебе... Сферу... Продает. А из сферы может выпасть что-то раритетное. А может не выпасть. Так, сундук не буду открывать, потому что я сейчас туда пойду нагрю, а нам... Наши цели уже добраться до Афина. До Афин тут добраться пока еще не так просто будет, потому что... Еще куча чудищ нас ожидает там. Здесь вот что-то жутчайшим образом начинает тормозить. Хотя в оригинальном Титан Квесте, насколько я помню, такого не было. Афинское побоище. Вот не было, и все. Я вот помню абсолютно точно. Здесь он просто неимоверно... Глючит. Это что? О, алтарь битвы. Это то, что нужно. Просто всех сейчас вырезать будем. Флаг, 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 флаг. Под такими лагами... Правда, вообще жопа. Можно и не среагировать. Капец какой-то, что творится. Алло, система! Перестань меня позорить перед людьми. Давайте пока быстренько всех вырезать, пока мы под алтарем. Просто раскидывать. Музыка из руин, зато сейчас пошла играть. Что-то запоздало как-то. Давай, давай. Блин. Да лезут и лезут, ты посмотри. Всем так хочется перестать жить. Все хотят умереть. Суицидники. Да, вот он, побоище, собственно говоря. В повороне, как всегда, хрен попадешь. Ой ты, свинюшка какая злобная. На. Да, ребята. Слайд-шоу пошло. Некомфортно, конечно, играть. Некомфортно. Что-то тут... Ого! Видали, что? Это герой сделал. Это вот ворона это... Героическое наплодило. Интересно, мне понравилось. Так, надо сейчас выжить, иначе мне нихрена это не понадобится. Да посмотри, что. Валят нас. Все, отлично. Блин, капец ворона. Ха-ха. Размножилось, и это напинало нас. Капец, вот это лаги. Лаги, лаги, пожалуйста, уйдите. Лагать здесь уже нечему, я уже всех убил. Отходим. Кутурочку на всякий пожарный. Так, все, здесь зачистил, да? Здесь светлое уже. Там я уже, значит, был. То есть туда смысла ходить абсолютно никакого нет. Поэтому пробираемся дальше на побоище. Так, энергетический стадо я брать пока не буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ну нафиг. Что ж такое происходит? Ну не может так лагать из-за моей крутости никак. Хе-хе-хе. Да. А здесь музыка играет, заметили? С оливковой рощи. Ширики, ребята, жирики. Меча хватит на всех. Паладинского. Капец, убежал твой. По сути, у меня и по демонам должен быть какой-то увеличенный урон, да? Я ведь поборник добра. А эти демоны, твари. Вон написано, демон, демон. Ох, сколько вас. Ё-моё. Да самое здесь опасное, это лаги. Конкретно именно лаги. Потому что... Блин, если я пролагаю жестко, то капец, меня тут вынесут так. Зазеваешься чуть-чуть. Да бей его, иди! Суха, иди и бей его. Тыкаю мышкой, тыкаю не идет. Тяжело, тяжело играть. Не поспоришь даже. Ой, да иди ты в сраку! Бегает он тут. Умные все, что ли? Мобы же тупые. Какого хрена бегаете? А, свинина. Шашлычка поедим, пацаны? Нет, вы хотите? Хотите меня убить? Человеченки хотите, да? За то родом. Друзья, рассчитываю уже на этих выходных буквально. Ну, сейчас у нас праздничные дни идут, да? Изучите эту тему со стримами, короче. Там видосики какие-то посмотреть. Ну, кто смотрит Герои Войны и Денег из вас, браузерную игрушку, тут уже, наверное, в курсе. Вот, все-таки изучить. Я вот сейчас вот этот вот видос снимаю на выходных. 22 февраля. А этот видос вы, наверное, увидите уже, блин. Ага, ну в конце следующей недели, да. У меня же обычно так в выпуске идут. Да, 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 свинюшка. Я вот об этом уже и говорю. В чем прикол-то? Что хотел бы я уже изучить механику стрима, всю эту тему, поизучать видосики, посмотреть, настроить ОБС-ку. И мы бы с вами поиграли уже на стримах. В Титан Квест. Ну, заодно пообщались бы. То есть, игрушка-то такая, она как бы размеренная, но пока что, да. Пока что динамики в ней немного, потому что у нас уровень сложности небольшой. И персонаж у нас относительно сильный. Но скоро все очень выровняется. Сложность будет увеличена. А персонаж уже сильно бустанутым-то не будет, по-моему. То есть, все придет в баланс и в равновесие. То есть, как вы понимаете, как вы знаете, в обычном Титан Квесте все зависит от шмоток персонажа, да. Ну, тут будет потом примерно то же самое. То есть, здесь грамотно, грамотно сделан мод по сложности и все такое. Вот только по лагу он сделан неграмотно. Просто уж как-то слишком жестко. Вот, и планирую, короче, я на стримах еще поиграть, потранслировать игрушку эту. Как-нибудь. Может, вообще ее не буду на стримах транслировать. Может, герои только будут. Чай магии, допустим, третий. Тоже как вариант. Пятый как вариант. Но нет, наверное, ты тоже по стримах чутка. Посмотрим, короче, посмотрим. Сейчас самое главное, ничего не обещаю. Главное... Самое главное, это разобраться во всем этом стриминге. И что оно, и зачем оно, и как оно. А, в принципе, я знаю, что многих вполне устраивает монтированные видосы, вот такие полчасовые выпуски. Да капец. Когда-нибудь вообще отпустят или нет? Вот это вот лагание жуткое. Должно же когда-то отпустить. Наверное, когда побоище это пройдут. Здесь, наверное, слишком много объектов. Скорее всего, количество монстров тупо увеличено. 59 фпс поддает. 58... Нагрузка 20% на комп. Странно. Ну, видать, действительно. Куда, куда ты? Стой. Вот это вот. Смотри, куда пошел. Поднял. Без паева не получилось. Один все-таки меня услышал. Ну, я же все-таки не вор, я паладин. Ну, на косой еще паладин. С первого удара не попал по нему. Так, хорошо, здесь мы были. А, ну вот, собственно говоря, стены. Отбираемся потихоньку. А, ну нет, еще не стены. Ну, вот эти вот проститутки со своим знанием меня бесят. Знание, это вот это, знание противника, это зеленый глаз. И бесит меня то, что они убегают потом, как шавки от тебя. На. И ведь он самое главное, как не отвяжется, блин. Давай, убегайте он, конечно, я догоню все равно. Вот ты, шмара, ты меня достала. Я тебя пристрелю сейчас сам. На, вот так. Что-то я туплю, да, действительно. Просто достаешься, когда сцеливаешь таких умников. Эти вот сами на ножик бегут. А, умники. Так, старейшие нету. Нет, есть элдер, надо скорее его валить. Отлично. Элдеров надо убивать как можно скорее, потому что... Ставят знамя. Дуют в дудку. В горн. Давай. Баночка, баночка, баночка. О! Эти, по-моему, встанет. Да-да-да. Ну, как бы все равно. Справимся. И в первый раз с такими чудищами сталкиваемся. Так, уходим. Эти вот элдеры. Любят дуть в дудку. Пол хп у тебя забирать. Ух ты, я-мое, еще один. Ладно, быстро, быстро убили. Хорошо. Так, что тут? Еще один элдер. Нет, нет, не только не юзай там в город свой. О, что-то выпало. Да, блин, подожди, что-то выпало. Свита Кореероса. Артефакт. По-моему, такой есть у меня уже. Ну, посмотрим. У меня запчастей, блин, от этих артефактов нету всех. Че туда не хватает? Стой! Ты как паскуда, а? Ты думаешь, ведь я так легко сквозь лаги ловить? На, вот тебе лучше пулю в лоб. Капец, побоище, конечно. Да, это точно не место для фарма. Не буду сюда ходить. Я вообще не знаю, есть ли нам смысл ходить, фармить. На этом моде че-то там. Пока что, пока что фармить точно рано. Там вон трупы у них разлетаются. На запчасти. Со всем справляемся. И тем не менее, дорогие друзья, вынужден вас поздравить. Мы с вами подходим. Подходим к стенам. Вот они. Стены большого города. Афины. Столица Греции, да? Не ошибаюсь ли я? Но мы еще не все. Мы еще не все. Еще вот сюда надо заскочить. Здесь чистануть немножко. Шлифануть. Вот они, да. Я же говорю, тут разрозненные кучки партизанов в лесах. Они все еще есть. Партизанов надо бы чищать. Это жопа, ребята, партизаны. Вот что это. Это вот когда война Великая Отечественная кончилась, там еще такая партизанская война шла. Мама не горюй. Сколько там еще этих движений было партизанских. Сколько их в лесах было, этих фашиков. Это все еще гремело несколько лет. Так, вот. Элдер, элдер. Ай-яй-яй. Так, бутылочку на всякий случай глотну. Так, мой любимый, любимый сосед, которому я желаю крепкого здоровья, опять начал сверлить. Будь здоров, сосед, что я тебе скажу. Не, ну серьезно, искренне. Это искреннее пожелание. Все, выходим на центр. Мы всех тут нахрен с вами зачистили. Поздравляю вас с этим. Здравствуй, ромбик желтый. Гиппи. О! Чего? На каком это? А, бой-лабы. Какая, чья любовь? Ах, бой-лабы. Да вы гей, что ли, тут все? Что за бой-лабы? Это гиппи, помните его? Мы его, это, нашли, когда он возле кернтавра Несса, где он там в полях гулял. А вот и Леня. А это в России-то охранник. Не может быть. Сколько воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я уверен, тебе тоже есть о чем рассказать. Да, братан, рассказать могу о многом. Спартакс! Ха. Что это твоя профессия? Ха-ха-ха-ха. Круто, еще. А. Просто. Прикольно. Да какие болванчики, да? Как манекены. Ха-ха. Молодцы. Так, Леня-ка. А, это опять ты. Тебе удалось выжить. Я полагал, что мы, спартанцы, сами справимся с этим кошмаром. Каким же я был глупцом. Из гордости я отказался от помощи, и народ Спарты понес огромные потери. Солдат умеет только сражаться. Но я должен быть не просто солдатом. Я должен быть воином и уметь сдерживать гордыню. Несомненно, Спарта должна объединиться со всей Грецией, если мы хотим, чтобы у нас появился хоть какой-то шанс победить этих чудовищ. Угу. Я не очень-то разобрался в предсказании Оракула, но твои подвиги на Фарнасе достойны того, чтобы о них сложили песню. Телхин, о котором ты говоришь, возглавляет эту армию. Во время сражения он внезапно исчез, и мы смогли отбить атаку чудовища. Мне докладывали о каких-то стычках в самом городе, но у меня нет свободных людей. Ты можешь помочь разобраться с этим делом? Стычки в городе, да? Ну, пошли посмотрим. Кто там с кем стыкуется? Так, отлично. Ну вот, Афины. Слава богу, наконец-то пришли мы в них. Тан-тан-тан-тан. Большой очередной город. Дельфы, Афины. В принципе, достаточно скоро уже конец Греции. Так, вот этот чувачок умеет сбрасывать, да? А, ну вы в курсе. Он такой же чувачок в Спарте стоит. Чё скажешь? Ну давай, расскажи историю. Я расскажу о том, как родился Гермес, сын горной нимфы Майи и Зевса. В мире нет никого быстрее Гермеса. На ногах у него крылатые сандалии. И он покровительствует путешественникам, скотоводам и ворам. Когда Майя родила его в пещере у горы Келены, она взяла его на руки и заснула. Младенец Гермес увидел, что она спит, выбрался из объятий и убежал в Фесалию. Он нашёл пастбище, на котором паслись священные коровы Аполлона и увёл несколько штук и хорошенько их спрятал. Одну он убил и из её жил и пустого черепашьего панциря изготовил первую лиру. Затем быстроногой бог вернулся к матери, но явился разъярённый Аполлон и обвинил Гермеса в краже. Тогда младенец Гермес взял лиру и начал играть. Мелодичные звуки очаровали Аполлона, бога музыки и света, и гнев его остыл. Аполлон увидел лиру, и она ему так понравилась, что он предложил Гермесу оставить себе коров в обмен на этот музыкальный инструмент. Это было первое, но далеко не последнее плутовство Гермеса, которое сошло ему с рук. Ха, круто, понравилось. Правда, охрененный такой младенец, да? Спал у матери, такой, а, пойду-ка я корову краду. Вот это младенец. Сделал то, чего взрослые не могут. Так, понятно, вот и стычки в городе. Давай. Я вообще-то торгаша искал, но раз уж к торгашу придется пробраться только таким способом, значит... Ой, ой, не то. Значит, придется таким способом. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне вот начинают бортовать-то неплохо так. Так, я отхожу. Закусали, захерачили. Да, пожалуйста, убей, а! Ну, проститутка ты, криворукая. Отлично. Нормально они шмаляют? Блин. Они еще и не убиваются быстро. Ты посмотри сейчас. Да, блин, ты сдохнешь или что? Жестко. Надо еще банку всосать. Что-то нехило здесь. А, греб? Вот от этих стихийных магов. Так, хорошо. А, все, здесь нельзя спуститься, да? Пьем еще одну. За любовь. Ну, это не все, естественно, стычки, как бы. Пусть еще и так. Подожди, а в той стороне есть прохода? Да давай, давай, шагай. Нет, смотри, есть, да, вот еще. Монстры. Ну, там, по-моему, не пройти. Да, все, никак. Так, ну да, и как я говорил, что где-то здесь еще будут сражения. Нормально так они соседствовали, да? С этими зомби всеми. Так, что расскажешь? Я очень хотел бы знать, почему они пришли сюда, к Афинам. Из-за нашего богатства? Скажи мне вот что. Еще раз. Я скажу тебе, что меня беспокоит. Да я. Мы отбросили их от Афин. Но что с нашими полями? Мы ведь должны всех накормить. Не все так плохо. Торговля идет. Но что мне делать, когда товары закончатся? Доставлять их по воде? Но лодок не хватает. И теперь они стоят целое состояние. Здесь звук у них диалогов. Да, я должен поблагодарить Афину за то, что я нахожусь внутри этих стен, а не снаружи. Да, я должен поблагодарить Афину. Так немало они трындят. Лучше ты ни у кого не найдешь. К каждому диалогов, да? Набили там всяких разных. Так, это вот хрен. Что же подаем? Достал же ты меня, падла, уже сверлить-то? Так, шлем. Огонек. Все, больше ничего пока не могу. Что скажешь? Кир сошел с ума от страха. Но то, что он говорит, похоже на правду. Чудовище, призванные темной силой, пробрались под Акрополь. Нам приходится пробиваться с боем. Кир-паникер. Умоляю тебя, помоги нам. Нашего предводителя окружили чудовище в катакомбах под Акрополем. Если он погибнет, та же судьба может постичь весь мир. Пожалуйста, спустись вниз под Парфенон и спаси его поскорее. Интересно. Прямо, что если он погибнет, из-за него все это может и со всем миром случиться. Я к твоим услугам. Так. Свита Канейроса, да, ищем. А, ну нет такого у меня артефакта еще. Подобогоди ты. Да, нету. Так, письмо очередное сюда куда-нибудь. Счастье. Что у нас есть? А, вот огоньки. Сейчас одену топ. Так, сущность пламени сюда. Кровь демона вижу. Так, огонечек сюда. Зеркало. И, по-моему, все, да. А, вот овечка есть. Блин, даже плохо, что на складе их нельзя собрать. Во. Так. Голова Ахиллеса. Нет. Перо. Больное. Собрали. И такое перо собрали. Чистое перо. Так, и мне как раз чего-то же не хватало. Кру... Аклык. Так, свита Канейроса. Рукнуло. Вот, чистое перо. А, черепашьего панциря нам еще не хватает. Вот, сущность золотого руна. Блин, ну это на энергию все нахрен вам не надо. Не. Тот артефакт мне точно не нужен. Сюда тебе. До свидания. Короче, пока вот так, да. До свидания. Так, ладно. Ну, короче, друзья, предлагаю пока на этом серию закончить. Тогда продолжим с вами в следующей серии. Спустимся уже в этот портфенон. Спасем того чувачка, которого просил тот. Вот, в принципе, в Афине мы прибыли, это что-то не самое главное. Вот, если серия вам понравилась, то, пожалуйста, ожидайте следующих серий. Вам и вашим близким крепкого здоровья, дорогие друзья. И увидимся с вами уже в следующий раз. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...